Недавно мы показывали, в каких жутких условиях приходится получать знания детям якобы самой продвинутой страны мира – России. В этом месте как раз наши дети уходят в туалет. Получается, в любой момент кирпич может упасть на голову нашему ребёнку. Но разваливающаяся школа – это далеко не главная проблема в хвалённом политиками российском образовании. К людям, которые априори должны любить детей, призваны давать им нужные знания, учить их доброте и формировать их мировоззрение, в Великой Духовной стране возникает тоже очень много вопросов. Учителя усмиряют своих учеников под затыльниками и как шпагой кулит указками. Маленькие трагедии в российских школах оборачиваются большими неприятностями. За последние годы в интернете то и дело появляются видео из разных учебных и дошкольных заведений России, где именно учителя и воспитатели становятся главными негативными героями, которые различными способами прославляются на всю страну. Вот я тебе честно говорю, что ты в зеркало-то на себя смотришься, смотрю уже, что неплохо, наверное, видишься. Распространены случаи, когда взрослые работники учебных заведений не упускают возможности обидеть и унизить ребёнка. У тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то, толстоватые ноги, критика, которую можно просить близким, но в данном случае всё выглядит непростительно. Яркий тому пример директора одной из школ в городе Петрозаводске, которая вызвала в свой кабинет ученицу восьмого класса, якобы за плохое поведение, и отчитала её в весьма вольной форме. Если ты будешь в этой юрке, я тебе ещё раз говорю, очень серьёзно, мы вместе с тобой проедем домой и будем переодеваться. Руководитель учреждения не стала делать восьмикласснице замечаний из-за отсутствия школьной формы, а сразу перешла на личности и принялась очень жёстко комментировать внешний вид девочки, открыто намекнув, что у неё проблемы с лишним весом. Такие юбки, вот это обычные девушки, с очень хорошими формами. А у тебя толстоватые ноги. И что? Ну толстоватые. Ну ты что? Это пошлое и некрасивое. А мне так нравится. Что тут скажешь? Очень педагогично со стороны директора указывать на якобы недостатки во внешности ребёнка. И только вдумайтесь, этот человек более 30 лет находится в профессии и является почётным работником образования РФ. Сказала, вы знаете, у меня есть видео, я всё слышала, я всё видела, как вы позволяли себе, человек с высшим образованием, педагог, разговаривать с моей несовершеннолетней дочерью о том, что у неё жирные ноги, о том, что посмотрела на себя в зеркало. Тут же директор заплакала. Даже если бы девочка и правда плохо себя вела и действительно пришла бы в непозволительной для этой школы одежде, обзывать ученицу и разговаривать с ней в таком пренебрежительном тоне директор школы абсолютно не имела никакого права. Такие методы воспитания скорее усугубят проблему, нежели позитивно повлияют на ребёнка. Пришла я такая, которая мне всё равно чужое мнение. А если бы пришёл другой ребёнок, который, ну, очень сильно комплексует насчёт своей внешности. И не дай бог, чтобы этот ребёнок потом с собой бы либо сделал. Разлетелась по интернету и видео с учительницей из Осурийска. Нет учеников она открыто не оскорбляла, просто решила добавить своеобразного креатива в изучение русского языка. Она услышала на перемене, как десятиклассники ругаются матом, и предложила такие слова разобрать по слогам. Да-да, вам не показалось. Учитель действительно во время урока объясняет старшеклассникам на доске правила написания матерных слов. Филолог школы номер 14, видимо, решила подготовить детей к реальной жизни. Она объясняет правописание, произношение и склонение матерного слова, которое означает «круглый дурак» соединительный гласный «о». То ли это педагог так решила проучить детей, которые матерились на перемене, то ли возомнила, что таким образом получится привлечь их внимание к предмету. Точно неизвестно. Но родители учеников после увиденных кадров, мягко говоря, остались недовольны такими уроками. У вас здесь не будет случая, не стоит. Родители пошли на учителя войной, направили коллективное обращение в прокуратуру и городское управление образования. Теперь вот и там разбирают по строчкам уроки нецензурной брани. А этот педагог одной из ростовских школ и, к слову, носитель почетного звания «учитель года Дона», сам решил продемонстрировать своим воспитанникам всю полноту и глубину русской речи. Его очень разозлил старшеклассник, который вступил в дискуссию с местным депутатом, приглашенным на открытый урок. Ведь, как известно, в РФ не очень приветствуется открытое выражение своей позиции, еще и в лицо представителю власти, который плюс ко всему материально помогает школе. Вот что-что повышать тон и оскорблять своих воспитанников в российских учебных заведениях умеют на пять с плюсом. Вашему вниманию учительница из Якутии. Это агрессивная женщина трясет его за грудки, орет на ухо, что пытается донести неясно, в таком вот крике слов разобрать практически невозможно. Согласитесь, от таких истеричных норовоучений якутского педагога становится даже как-то жутковато. Я спущусь в тебя в школу! И засуну я тебя в рот и выставлю через памятник! Ты понял? На очереди нервный срыв школьного учителя из Сочи. Сюда все быстро! Почему я пошел на урок? Ениги не верьте на мне давать! Не вы меня родители в школу вызывать! Не вы меня родители! А это крики младшего воспитателя в детском саду города Костромы. Вряд ли такое отношение и такие слова в адрес маленьких воспитанников детского сада имеют что-то общее с правильным воспитанием и любовью к детям. У меня тоже серьезное настроение! Позвольте, блядь, ну а! Сейчас все выходите! Чем именно малыши настолько вывели воспитателя, точно неизвестно. Но директору дошкольного учреждения неуравновешенная нянечка, конечно же, поведала свою версию произошедшего. Была угроза жизни, потому что один мальчик схватил стул и замахнулся на другого. Но это на съемках не видно. Но это вы не знаете себя. Так это было перед этим? Как бы это все жутко не выглядело, но то, что преподаватели в великой духовной стране используют нецензурную лексику и повышают тон на детей, это еще полбеды. Не трогайте его! Не трогайте его! Что вы делаете? Что вы делаете? В последнее время нервными криками российские сотрудники образовательной сферы не ограничиваются и довольно часто доходят до настоящего рукоприкладства. В Москве задержана школьная учительница, которая подозревает в жестоком обращении с учениками. Родители заподозрили что-то неладное, когда их дети стали возвращаться домой в очень подавленном настроении и с синяками на теле. За помощью обратились к частным детективам, которые помогли пролить свет на правду. А точнее, показать, какие именно воспитательные методы использует классный руководитель на их детях. Нужно не крестить на ногу, по-моему. Все хорошо. Важно отметить, что эта вопиющая история произошла в коррекционной школе, где учатся дети с отклонениями в развитии и поведении. Несмотря на это, классный руководитель с большим профессиональным стажем и хорошей репутацией жестко относилась к ученикам. Била их и наказывала за малейшую провинность. Эта девочка, например, не могла правильно сложить руки на парте, за что получила от педагога, теперь уже бывшего, несколько ударов. Дети были очень запуганы и об издевательствах учительницы боялись рассказать даже родителям, которые, получив видеозаписи жестоких уроков, тут же обратились в полицию. Кадры, попавшие в объектив, теперь повод для возбуждения уголовного дела против педагога. Откуда же в российских работниках образования столько агрессии и злости к своим воспитанникам? Жить в РФ становится все сложнее, зарплаты у учителей становятся мизерными, а условия труда с каждым днем все невыносимее. Школьные будни превратились в последнее время в криминальную хронику, считают во Всероссийском профсоюзе работников образования, и пришло время защитить педагогов. Если нарушивший школьную этику учитель отвечает за свои поступки и помогут уволить или даже привлечь к уголовной ответственности, то позволившим себе лишнее ученикам все сходит с рук. По данным разных исследований, насилию и травле сегодня в РФ подвергается 70% учителей. Некоторые из них доведены до предела и находятся просто на грани нервного срыва. Учитель схватила девочку за волосы и била ее о стену и парту. Обе пострадавшие получили травмы лица у одной ученицы с утрясением мозга, теперь она вынуждена пропускать занятия. Учителя на взводе устали и от детей, и от самих себя. 75 тысяч педагогов на краю пропасти эмоционального выгорания. И эта грань настолько тонкая, что вывести педагогов из себя может любая мелочь. Сегодня для многих российских школьников педагог не является авторитетом. Наоборот, часто становится объектом для насмешек, травли и издевательств. Урок для преподавателя превращается в настоящую пытку, выдержать которую сил хватает далеко не всем. В один день сдали нервы и у этого школьного учителя из Тюмени. На видео попали лишь последствия его срыва на уроке. Преподаватель рассказал, что перед этим никак не мог усмирить агрессивных старшеклассников, которые просто над ним издевались. Выкрикивали оскорбительные речи, применили физическое воздействие, бросали школьные предметы мне в спину. Мне нравился учитель, преподавал хорошо, таких подобных случаев никогда не было. Его вывели просто из себя, он сорвался. И мы ни в коем случае не оправдываем такие действия преподавателей в отношении своих воспитанников. Они ни в коем случае не имеют права применять насилие к детям. Но и ученики не должны издеваться над педагогом. А как раз школьникам такие проделки чаще всего просто сходят с рук. В городском управлении образования заявили, что уволят учителя за, цитируя, недопустимое нарушение правил педагогической этики. Однако за него вступились коллеги, родители и другие ученики. Они утверждают, конфликт спровоцировал старшеклассников. Все эти случаи так или иначе говорят лишь о том, что внутри Самойра большое количество проблем. Многие социальные сферы активно деградируют. Но Кремль увлечен геополитическими вопросами и делами других стран. А на своих граждан и их проблемы власть в России уже долгие годы просто закрывает глаза.